Здравствуйте, меня зовут Ильдар Усманов и это сайт JoomlaFocus.ru В этой серии уроков мы с вами разберем такой вот замечательный модуль под названием RockSprocket. Это модуль от компании RocketVem, который позволяет нам осуществлять множество возможностей на нашем сайте. Выглядит он следующим образом. Точнее у этого модуля есть несколько типов. Например, такое вот слайд-шоу, далее такая вот группировочка элементов, ну и еще другие различные его особенности. Будем рассматривать мы их с вами по порядку. Начнем рассмотрение с такого вот слайд-шоу. Давайте приступим. Для начала, для того, чтобы установить это вот расширение, мы с вами должны перейти на сайт разработчика. Здесь, например, главную страницу сейчас. Переходим в расширение. Здесь вот у нас он самый верхний показывается. Нажимаем скачать. И скачиваем его. После чего устанавливаем и все у нас можно уже приступать. Следует заметить то, что этот модуль достаточно многофункциональный, поэтому он весит аж 2 мегабайта. А также этот модуль используется во всех шаблонах RocketVem. То есть вы с ним будете постоянно сталкиваться, если будете использовать шаблоны от этой компании. Также нужно заметить то, что везде этот вот модуль у нас выглядит по-разному. То есть у них множество шаблонов. И везде он, в зависимости от шаблона, имеет различные стили и отображается по-разному. Поэтому, если вы будете ставить этот модуль на каком-нибудь другом шаблоне, например, не от этой студии, то он тоже у вас будет выглядеть каким-то иным образом. Так вот, я установил себе этот модуль и буду показывать уже на готовом примере. Для того, чтобы его настраивать, мы переходим в менеджер модулей в расширениях и нажимаем создать новый модуль. Здесь у нас появляется такой вот модуль ROG S-Pocket модуль. И здесь мы с вами можем его настраивать. Самая главная настройка сейчас у нас будет, это егошний тип. То есть в зависимости от типа мы можем реализовывать, например, такой вот слайд-шоу, вот такую вот группировочку элементов, или вот такие вот аккордеон-вкладочки. Все это в зависимости от типа. Рассмотрим мы самый первый тип. Это фьючис. Итак, для того, чтобы мы с вами могли работать, мы с вами должны настраивать фильтры. Давайте я продемонстрирую, как они настраиваются на готовом демо-модуле. Здесь я выбираю выбор типа ROG S-Pocket модуль. Теперь я перехожу по этому модулю, который имеет тип фьючис. И здесь вот смотрим. Для того, чтобы мы с вами получили в левой части вот список этих слайдов, которые на демо-примере. Вот они. Мы с вами должны настроить фильтр. Опция фильтр нужна для того, чтобы группировать большое количество слайдов. Но если мы хотим просто какие-то определенные и в небольшом количестве, например, до 10, то мы можем здесь нажать просто на плюсик. И здесь просто на эту вот бумажечку, и у нас появится выбор статьи. И вот у нас с вами уже 5 таких вот слайдов. Сейчас я ее уберу. А теперь давайте с использованием различных фильтров. Если мы с вами хотим вот в эту табличку добавить еще одну статью, то мы с вами нажимаем добавить. И здесь мы с вами должны выбрать нужную нам статью. Например, здесь мы можем выбирать даже группу статей, которые будут, например, начинаться с одного алиаса, либо с одного заголовка, либо иметь одного автора, либо иметь одну категорию. Например, я хочу, чтобы сюда добавились все опубликованные статьи. Нажимаю Publish, и мы с вами видим то, что здесь их стало немерено, потому что опубликованных статей у нас очень много. Но они у нас даже не будут работать, потому что они под это не настроены. Давайте я удалю вот этот вот фильтр, нажав на минусик. И мы с вами опять видим четыре наших слайда, вот этих вот. А теперь о том, как настраивать. То есть добавлять их можно через фильтр. Самое удобное будет через заголовок. Например, через первую опцию, вот это вот, то есть будет содержать какое-то слово. Например, если я сейчас вот этот вот удалю и скопирую у него заголовок, то вот он опять добавился. Теперь давайте поговорим о самих настройках, самых главных. Они у нас с вами следующие. Первое, это заголовок. Заголовок у нас сейчас GEN34 Framework. То есть вот заголовочек. Далее у нас с вами это описание. Краткий текст. Вот у нас краткий текст пошел. Далее у нас с вами это изображение. Вот у нас с вами пошло изображение. Такой вот телефончик, который тут выскакивает даже за область. Для, видимо, красоты. Что тут следует отметить? А следует отметить то, что желательно, чтобы все у нас, вот эти вот изображения, они были одинакового размера. Иначе у вас будет, как у меня на сайте, вот здесь вот, небольшой скачок происходить. Вот я листаю, и сейчас будет такой скачок, из-за того, что вот это вот изображение у меня меньше. То есть сейчас у меня как бы здесь вот это вот пространство, оно сузилось на пару пикселей. Потому что этот контейнер, его высота формировался за счет вот этого вот изображения. В этом изображении у меня вот здесь вот пустая область есть. И снизу вроде маленько тоже. Теперь рассматриваем дальше. Дальше у нас это, так изображение было. Следующий у нас это гиперссылочка. То есть куда у нас будет вести кнопочка читать дальше. Следующий у нас это, это все. Так, теперь, все вот это вот мы можем с вами менять на свое усмотрение. Либо мы можем здесь оставить по умолчанию. В этом случае у нас с вами будет настроечки по умолчанию, которые прописаны снизу. По умолчанию у нас это заголовок, это заголовок статьи, текст статьи, то есть вот эти вот настроечки по умолчанию. Дальше у нас это заголовок статьи, дальше у нас просто отсутствие, то есть заголовка не будет. И последнее, самое интересное, это на свой выбор, то есть выборочный. Здесь мы с вами можем прописать все, что мы хотим. Например, я хочу чисто так для примера GEN33 фреймворк. Сохраняюсь. Вот здесь у нас изменилось на троечку. И так мы можем прописать что угодно. И те же самые настройки у нас будут вот в этих вот трех опциях. Но в изображении у нас следующее. Для того, чтобы изменить изображение, мы нажимаем вот на такой вот карандашик. И выбираем с вами изображение, которое нам с вами нужно. Сейчас я нахожусь в каталоге с изображениями. В папке Images. Так, здесь все. Насчет вот этих вот вкладочек. Они у нас совершенно аналогичны обычному модулю. Только выглядят по-другому. То есть расширение менеджера модулей. Что-нибудь создам. Например, такой вот модуль. И вот они. Аналогичны вот этим вот настройкам. Привязка. Только выглядят по-другому. Следующий у нас это с вами. Следующий фильтр у нас. Это уже фильтр сортировки вот этих вот слайдов в данном случае. То есть сейчас они у нас сортируются автоматически. Но если я сделаю, например, рандомно, они у меня будут появляться в случайном порядке. Сейчас они идут в таком порядке, что Template Futures. Далее расширение, стили и фреймворк. Так, 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 так. То есть вот в таком порядке. Но на самом деле мы можем их сортировать, как мы этого хотим. Самое здесь удобно у нас будет это ручная сортировка. То есть я могу перетащить в нужное мне место любой из этих слайдов. То есть вот так вот они перемещаются. Я как бы навожу на такие вот черточки. У меня появляется значок перемещения. Я их могу перемещать так, как мне нужно. И автоматически здесь у нас появилась вот такая вот ручная сортировочка. Далее у нас это тема. То есть сейчас у нас стоит Showcase. А мы можем поставить слайд-шоу. Чем это отличается? Showcase у нас это, как сейчас имеется в виду, здесь у нас всякий текст находится. А само изображение у нас находится с правой стороны. Это будет у нас Showcase. А слайд-шоу у нас будет выглядеть иначе. Например, я открою вот этот вот шаблон. Здесь у нас уже пример слайд-шоу. То есть здесь у нас изображение само на заднем плане, а спереди находится уже сам текст. А в том случае у нас было то, что текст слева, а изображение справа. А здесь текст на фоне. Следующий у нас это... Так, с тем мы разобрались. Это лимит отображений вот этих вот статей. Сейчас стоит бесконечность. Также, если вы хотите поставить бесконечность и не знаете, как поставить вот такой вот значок, можете поставить нолик, как написано в описании. Например, вот так вот. Хотя он и так переставится на бесконечность. Далее у нас это показывать заголовки статей. Показывать. Дальше это текст статей. Также показывать. Дальше у нас это длина превьюшки. То есть длина вот этих вот, вот этого вот, вот этого вот текста. Следующее у нас это удалять HTML теги. То есть сейчас у нас, как мы видим в описании, есть HTML теги. И они у нас также действуют. Но если мы с вами здесь поставим удалять, то они действовать не будут. Следующее у нас это навигация. Навигация у нас это вот эти вот кнопочки. Вот справа и слева. Следующее у нас это погенация. Погенация у нас это тоже кнопочки, только снизу. Вот такие вот типа странички. Следующее у нас это анимация. Выбираете одну из множества анимаций. И тут вот слева вы видите то, что показывается, как это будет выглядеть. Например, так, 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 так. Вот у нас прям готовый пример, что очень удобно. Также мы можем выбрать рандомную анимацию, то есть случайную. И анимация у нас будет постоянно разная. Следующее у нас это автопроигрывание. То есть сейчас у нас все вот это вот стоит на месте. Но если мы поставим автопроигрывание, то слайды будут сами по себе вот так вот перелистываться. В течение каких-то там секунд. Например, можно поставить в течение 5 секунд. То есть каждые 5 секунд будет автоперелистывание. Следующее у нас это изменение размеров изображения. То есть вот эти вот изображения, которые мы загружаем. Например, они у нас каких-то разных размеров. И чтобы у нас не было скачков, как вот здесь вот. Мы с вами можем задать им всем один размер. То есть изображения будут все подгоняться под определенный размер. Это следует делать в том случае, если ваши изображения не сильно отличаются по размеру друг от друга. Иначе они будут менять пропорции и может быть выглядеть будет не очень красиво из-за этого. Так. Ну вот мы разобрали все настроечки. Это вот слайд-шоу сверху. Следующее, что мы с вами можем заметить, это то, что мы с вами можем вставлять вот этот вот модуль в наши статьи. Для этого мы с вами должны использовать вот этот вот короткий код. То есть мы просто вставляем его внутрь статьи. И у нас в статье начинает отображаться, например, вот этот вот слайд-шоу. Но слайд-шоу тыкать статью не очень целесообразно. Поэтому я покажу это на другом примере. Например, на аккордеон слайдерах. Ну а опцию с позициями вы, думаю, тоже должны знать. То есть где у нас будет отображаться данный модуль. В какой позиции. Ну а на этом данный урок окончен. Увидимся с вами во втором уроке. Где мы с вами разберем уже следующие из этих шести типов. Всем удачи. До следующего урока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!